Не так давно мы уже рассказывали о награждении отличившихся учащихся и педагогов. Наш муниципалитет так богат на таланты, что все дарования не могут быть отмечены в ходе одного мероприятия. Доброй традицией стало честование тех, кто своими творческими успехами и победами прославляет наш район, кто показывает упорство в достижении поставленных целей и любовь к своему делу. В городском Доме культуры собрались способные ребята и их педагоги со всего Славянского района. Юные музыканты, художники, экологи, краеведы, спортсмены, певцы и танцоры, словом, те, кто уже проявил себя, добиваясь побед на конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях всех уровней, пришли сюда по праву. Вместе с ними были их замечательные педагоги, руководители коллективов, которые ведут их по пути творческого развития. Для нас сегодня действительно большой праздник, потому что наши дети действительно этого заслужили. Мы работали весь год, мы трудились, мы радовали наше население и Станицы Петровской, и Славянска на Кубани. И вы не поверите, были даже в Санкт-Петербурге и в Сочи. Девчонки у меня действительно большие молодцы. У меня в основном девчачий коллектив. А как получается увлечь? Ну, наверное, надо жить своей профессией, надо жить этим, гореть этим. И вот дети видят, наверное, мой свет и не могут не зажечься. Наверное, вот так я бы ответила на этот вопрос. Всегда волнительно. Ну, работа, как бы, участие в фестивалях, конкурсах требует большого терпения, большого старания, большого желания и большой ответственности. Поэтому, когда вот это все вместе собирается воедино, получается хороший результат. Увлеченные педагоги делают все возможное, чтобы содействовать росту юных талантов. Они стараются найти подход каждому. Бесероплетение – это удивительное мастерство. И кто начинает заниматься этим мастерством, потом его уже не бросают всю жизнь. Я встречала моих воспитанников, выпускников, и они хранят свои работы прежних лет. Вот до сих пор. И некоторые продолжают увлекаться этим творчеством. Так что, видите, это увлечение на всю жизнь. А мои малыши, они с удовольствием занимаются в кружке, потому что очень просто делать любые поделки. Любая сложная вещь состоит из простых элементов. И главное – научить ребенка сделать что-то простое, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И чтобы ребенок не боялся, чтобы он увлеченно, с интересом занимался, надо, конечно, к нему иметь подход. К любому. Созвездие талантов давно уже стало символом высокой самоотдачи, одаренности, целеустремленности и вдохновенного труда. Главное на свете – это наши дети, и на всей планете знают все. Главное на свете – это наши дети. Самые добрые слова прозвучали в адрес ребят и их педагогов в этот день. Каких затрат сил и времени потребовали достижения юных славянцев. И все они стали результатом большой работы. И сегодня здесь лучшие из лучших призеры, а победители, те дети, которые у нас заняли третьи, четвертые места, просто стали лауреатами конкурсов. Они тоже есть. Их целая масса, целая армия одаренных, талантливых, самых лучших. Наши звездочки, наша надежда, наше будущее. И очень приятно, что сегодня здесь наши педагоги, наши коллеги, которые вопреки всему, вопреки работе, сложной, но всегда рядом, помогают, творят. Здесь сегодня у нас в первых рядах наши руководители наших школ и учрежденных образований. Это те люди, которые создают для нас наши условия, для того, чтобы наши дети росли и развивались. У нас сегодня маленький праздник, дорогие друзья. Я вас с этим праздником поздравляю. И вот на сцену городского дома культуры выходят участники церемонии. И всех их от чистого сердца поздравляют с победой. Нам есть кем гордиться. Множество учащихся района участвуют в муниципальных, краевых, всероссийских и международных конкурсах, спортивных соревнованиях всех уровней, становятся лауреатами и дипломантами. Все участники получали благодарственные письма и памятные подарки. И, конечно, все, о чем говорилось со сцены, было вполне заслуженно. И мы себе ставили задачу, чтобы эти ребята, в конечном итоге, заняли серьезные пьедесталы на уровне Российской Федерации Краснодарского края. И сегодня мы видим то, что группы, которые выходят победителями-призерами, это уже не единицы, это уже десятки наших ребят. И ни в одной новостной ленте мы уже видим имена и фамилии наших спортсменов, наших творческих ребят, наших педагогов. Ну и, конечно же, тех школьников, учеников и воспитанников, которых мы видим сегодня на сцене. И мы этим очень горды, потому что Славянский район поистине это кузница серьезного потенциала, серьезнейшего творческого задела для всего нашего Краснодарского края. На сцену для чествования приглашаются лучшие из лучших. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования – все они работают добросовестно и самоотверженно, и добиваются отличных результатов. И они видят свою главную задачу в том, чтобы раскрыть творческий потенциал каждого учащегося. Мне кажется, у всех есть таланты. И, ну да, главное их заметить, главное вовремя раскрыть. Вот, ну, сказать, что это я прям делаю – нет. То есть они сами умницы, сами стараются. И, конечно, награждают тех, кто больше всех это делает. То есть лентяев здесь нет. А вообще все детки-звездочки. Цель моя – окрылить, раскрыть, вдохновить, поверить в свои силы и, ну, помочь, сделать уверенным каждого ребенка. Честовались также тренеры-преподаватели, наставники, подготовившие спортсменов, победителей состязаний краевого уровня, а также Южного федерального округа и всероссийских соревнований. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко от всей души поблагодарил отличившихся ребят и их замечательных педагогов за неравнодушие и творческое горение и пожелал всем новых успехов. Дорогие ребята, я хочу сказать вам искренние слова благодарности за ваш труд, вашим родителям за терпение, что прилагают всех усилия, чтобы вы были успешными. Хочу выразить слова благодарности вашим педагогам, наставникам, что делает все, чтобы ваш дар приумножить. Вы наше будущее, вот наша конкуренция – это в том, что сегодня нужно развиваться, нужны достижения. И надежда вся на вас, дорогие ребята, дорогие педагоги. После награждения педагогов, подготовивших победителей всероссийских и международных конкурсов, были оглашены имена победителя в номинации «Творческий успех года». Им стал образцовый художественный коллектив «Студия вокала «Звонкие голоса», победитель и призер престижных краевых фестивалей и конкурсов. Победителем в номинации «Педагог-наставник» стала Ирина Шакалова, настоящий профессионал своего дела, педагог-энтузиаст, победитель муниципального конкурса «Профессионального мастерства. Сердце отдаю детям». Благодарю вас, все уважаемые коллеги администрации, за ту высокую оценку, которую вы дали моей деятельности и деятельности моего коллектива. Но она, конечно, не была бы, возможно, такой высокой, если бы в ней не участвовали мои замечательные девчонки. В номинации «Спортивный успех года» победила Мальвина Деревянко, учащаяся детско-юношеской спортшколы «Белая ладья», неоднократный призер краевых, окружных и всероссийских соревнований по спортивному туризму. Педагогом-наставником, подготовившим лучшего спортсмена, стал Александр Вилков, тренер-преподаватель высшей категории из детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья». Церемония созвездия талантов 2022 была украшена выступлениями лучших творческих коллективов. Гряжу в озера синие, в полях ромашки рвут, зову тебя Россию, единственной зову. Не знаю счастья больше, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Завершилась церемония чествования на самой оптимистичной ноте с наилучшими пожеланиями новых побед и ярких творческих свершений. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok